Добрый день, дорогие мои подписчики, постоянные зрители, случайные, залетные, всех вас рад тут видеть. Смотрите, у нас, соответственно, заканчивается ММА-неделя, заканчивается она турниром UFC, турик, откровенно говоря, так себе. И дело даже не про какую-то зрелищность, имена и все остальное, но даже в плане ставок так себе. Вот честно могу сказать, вот по моей стратегии и так далее, я тут валунных вариантов вижу не так много. И вот конкретно здесь, в этом карде, я считаю, что правильно достаточно проголосовали за поединок Висента Люки Хакина Бакли. Он и в плане спортивной составляющей, и в плане КФ, и всего остального, пожалуй, один из самых интересных на этом турнире. Вот, ну из такого, что могу отметить, на самом деле, да, вот я записал подкастик вчера на ACA, там два прогноза давал на то, что поединок Смолдарева закончится в первом раунде, за то, что Тони Джонсон победит. И Смолдарев ушатался в первом раунде, и Джонсон победил, хоть там и есть вопросы, конечно, вот. Вот, ну, в общем, вроде бы, да, такой стопроцентный результат по меткам на Russian MMA. И еще там были мысли по поводу Дотсона, но я не стал его победу в итоге давать, а просто метку в телеге утром опубликовал на то, что этот поединок зайдет четвертый раунд. Вот, они в итоге добились решения, отдали им ничью. Вот, поэтому, в целом, я, знаете, в плане бесплатки уже, как бы, грубо говоря, ну, план какой-то выполнил. Вот. Разбор всего карды уже опубликован на Boosty, мысли интересные есть, и, конечно же, я вот конкретно в этом карде, прям с удвоенным интересом, жду, когда откроют ставки на статистику. Мне кажется, там можно будет максимально интересные какие-то варианты найти. Вот. И опять-таки, по статистике, на главный бой, на Эдрин Бленшердманон Фиаро, тоже, соответственно, постараюсь что-то и хорошее, и интересное придумать. Но это уже будет не в рамках подкаста, это будет опубликовано на Boosty и в Телеграме. Поэтому ссылка на Boosty в Телеграме в описании под видео, на Boosty там еще в первом закрепленном комментарии. Если вы хотите весь контент в полном объеме получать, welcome, как бы, на все ресурсы. Вот. А здесь моя задача разобрать для вас два поединка, мейн-ивент и камейн-ивенты. Вот. Смотрите, по поводу Эдрин Бленшердманон Фиаро, отмечу, как бы, да, я заранее предвидел на подкасте сказал, что тут, в принципе, есть некие предпосылки на ТМ, то, чтобы они ведут решения, но, в общем-то, не особо там это кому-то понравилось. По крайней мере, там, я видел только негативные какие-то комментарии, а не позитивные. Кстати, прошу прощения, у меня ребенок на заднем фоне может что-нибудь там сказать, мультики смотрит, поэтому его может быть слышно, но сорян, я по-другому не могу записать сейчас. Вот. В чем смысл этих предпосылок на ТМ? Во-первых, Манон Фиаро, на самом деле, из свежего, да, она плохо сделала вес, она не очень хорошо выглядела на взвешивании, изможденной излишне, как мне кажется, это раз. Во-вторых, поединок будет длиться пять раундов, и эта дистанция непривычная как для нее, так и для Эдрин Бленшерд. Если стилистически разобрать, то даже возьмем поединок Эдрин Бленшерд против Джессики Андраш, где Эдрин Бленшерд некое, скажем так, время пыталась работать в стойке. И стойка у нее, откровенно говоря, дырявая, с учетом ее борцовской базы. Поэтому здесь, вот тот же самый Манон Фиаро, который явный, ну, больше, скажем так, ударки, давлену, как бы ей нравится больше драться в стойке, у нее будут шансы, соответственно, в стойке нокаутировать свою оппонентку. Но, опять-таки, если дойдет дело до борьбы и до партера, там, конечно, должно быть полное преимущество от Эдрин Бленшерд. И в целом, если борьба будет проходить, я не верю, что Манон Фиаро способна под ней пять раундов трепыхаться и не удосрочиться. Поэтому, вот в чем весь смысл. Если бой будет идти в стойке, шанс на досрочку, с учетом мощи удара Фиаро и дырявой, скажем так, защиты Эдрин Бленшерд, шанс на досрочку будет у Манон Фиаро. Если бой переходит в партер, то я не верю, что на пять раундов вы готовы под ней выживать и терпеть. Плюс, если рассматривать будем по кардио, то, опять же, в вопросах кардио больше, скажем так, нюансов есть со стороны Манон Фиаро. Я вообще не думаю, что она боец на дистанцию пять раундов. Поэтому с этим поединком я буду делать следующее. Я заберу неполный бой, типа, там, за 1.79 где-нибудь, да, под копейку. И в случае чего, просто по ходу поединка буду докидывать, докидывать и докидывать, когда кэфы будут подниматься, если быстрого финиша не случится. Вот такой у меня план и официальный прогноз. На Висента Люке с Бакли для меня все лично очень просто. Висента Люке всегда считался перспективным пареньком. Ну, не проспектом, но, тем не менее, чуваком, который при удачном сечении обстоятельств мог бы даже получить тайтл-шот. Ну, а после серии побед, там, да, после, скажем так, очередной серии побед, потому что он уже до этого пару раз потыкался как раз-таки, да, на контендерских поединках. Набил винстрик, проиграл Леона Эдвардсу. Набил винстрик, проиграл Стивену Томпсону. Опять набил стрик, проиграл ряд Белалу Мухаммаду и Джоффри Нилу. То есть он не боец чемпионского уровня, мы это уже поняли. Но в целом, со всеми там топами и околотопами, которые прям не контендерский статус какой-то имеет, он, как правило, справляется без каких-либо проблем, потому что у него хорошая устойка, он что-то понимает в джитсу и его не так просто завалять. Бахли в целом, ни в одном из аспектов, как по мне, лучше, не является, ну, более лучшей, скажем так, не обладает более лучшими скиллами хотя бы в одном из аспектов. Есть вопросы там и к держаку, и по кардио, и ко всему остальному. У него есть некая борьба, но я не уверен, что он конкретно здесь способен ее реализовать. Да и в целом, если посмотреть на тех ребят, которых он побеждал за последние несколько лет, ни один из них не является топовым или даже близким к этому бойцам. Все, кому он проиграл, они, скажем так, тоже особо сильно не блещут, но, опять же, проиграть на Срудина и Мау, это, по-моему, диагноз уже. Отлететь, соответственно, от Дичирика в первом раунде, это до Свидули. Но победа над Алекса Маруна и Андре Фиале не стоит ровным счетом вообще ничего. Поэтому здесь для меня все очевидно. Я забираю победу Висента Люки, у некоторых БК можно найти эту ставку даже за коэффициент 1.87. Поэтому мои два официальных прогноза. Висента Люки можно прям забирать нормально, перематчем. Нарин Блэдшит Маунт Фиаро, просто не полный бой под копейку. И потом в случае того, если быстрая финиша не будет, если будут предпосылки, докидывать по ходу боя в лайве. Все. Если вас интересует разбор всего карда, дополнительные ставки на статистику и все остальное, что будет публиковаться на Бусти, Welcome to Boosty. Переходите, подписывайтесь, смотрите, выбирайте. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...